Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев отчитался о деятельности фракции партии «Единая Россия» в ЗСК от 6 созыва с сентября 2017 по май 2019 годов и задачах на предстоящий период. Фракция состоит из 62 депутатов, что составляет 90% от общего числа депутатского корпуса. В соответствии с целями задачами депутатской фракции, все ее деятельность считается искорее задачей предъявления президента Российской Федерации партии «Единая Россия» и губернатора нашего края. Но вопросы регулярно рассматриваются на собрании фракций, заседателях регионального совета руководителей фракции, объединяющих до 427 фракций и 6700 депутатов, входящих в эти фракции партии «Единая Россия» во всех представительных органах нашей славы края. После отчета каждый желающий смог задать вопросы к депутату. Они касались различных сфер жизни, здравоохранения, юридической помощи населению, благоустройства. Жители задали вопрос, касающийся процедуры проверок учебных заведений в сфере безопасности. Сколько проверок? СС, пожарники и все проверки заканчиваются только штрафами. Ни разу не было так, чтобы они приехали, проверили, сказали, вот необходимо сделать то-то, 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 поехали туда, где есть деньги, и нам эти деньги школам выделили. Школа на полученные деньги устранила недостатки или там садик, неважно, любое учреждение. Потом они приехали, проверили, все, вопросов больше нет. А получается как? Они приехали, проверили, в следующий раз приезжают через какое-то время и опять находят, хотя они в этом помещении были сто раз, и опять находят, к чему принципиции, опять штрафы у директора, завхода и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, все равно, как вам и говорю, что там кошмар, да, но надо говорить тогда о том, там где требовали, наверное, ну, излишки, тогда надо выходить с инициативой, чтобы данные требования от них, если вы готовы конкретно, вот я продолжаю пообщаться даже после этого с вами, о том, что вы считаете какие-то требования от организаций излишни, то есть они не нужны для обеспечения безопасности учебного процесса с вами наших детей, давайте вместе обращаться, я повторяю, это, скорее всего, будет в федеральном уровне, вместе с нашими коллегами, для того, чтобы это... Подобные отчеты помогают избирателям лучше узнать о деятельности фракции, а главное проследить за тем, как исполняются данные и обещания. В районной администрации состоялась 52-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». В работе заседания приняли участие исполняющие обязанности главы Марина Наумейко, старший помощник прокурора Юлия Роменская, главы городских и сельских поселений, представители районных служб и ведомств. Депутаты внесли изменения в местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проектным решением предлагается рассмотреть и утвердить на 2019 год доходы 1,913,292,200 рублей, расходы 1,994,930,600 рублей, дефицит 81,638,400 рублей. При этом предлагается изменение доходной части местного бюджета на 2,542,000 рублей, из которых 2,437,000 рублей по весовосместным поступлением в субсидии из краевого бюджета. В ходе работы сессии утвердили положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными работниками и оценки их знаний, навыков и умений. Депутаты приняли решение о списании недвижимого имущества, расположенного по адресу поселок Ильский, улица Первомайская, 96, находящегося в казне муниципального образования Северский район. Все вопросы, рассмотренные на сессии, а также предложения, вынесенные на обсуждение, нашли поддержку депутатов. В зале районной администрации состоялось заседание Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район. В нем приняли участие предприниматели, представители различных предприятий, служб и ведомств Северского района, сотрудники полиции. На встрече вопросы касались эффективности развития малого бизнеса, его конкурентоспособности и основным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели. Специалисты Управления малого бизнеса и потребительской сферы Северского района рассказали о запрете табакокурения в местах общественного питания и новых требованиях, предъявляемых в маркировке табачной продукции. В России создана государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. С 1 июля 2019 года вся данная продукция будет маркироваться специальным двумерным штрих-кодом, содержащим код товара, максимальную розничную цену, уникальный номер, криптографический код проверки. Представители правопорядка выступили с докладом о фальшивых денежных знаках. На территории Российской Федерации подделываются преимущественно тысячные и пятитысячные купюры. В основном сбыт фальшивок фиксируется в торговых точках, не оборудованных современными детекторами и камерами видеонаблюдения. Раскрытие данных преступлений осложняется тем, что обнаружение поддельных денежных знаков происходит уже в банковских учреждениях в момент инкассации. Как отметили на заседании Совета, для решения проблемы со сбытом фальшивок купюр необходимо тесное и организованное сотрудничество полиции, предпринимателей и организаций по внедрению современных средств определения подлинности денежных знаков. В районе зажгут свечу памяти. Патриотическую акцию свеча памяти поддержат во всех поселениях района 22 июня в 4 часа утра. В этот день началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 20 миллионов наших соотечественников. В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей, миллионы людей поставят зажженные свечи в окнах своих домов, у мемориалов и на братских могилах. Также в 12.00 на кладбище Станицы Северской пройдет траурно-торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Будет объявлена Всекубанская минута молчания. Во время минуты молчания автомобилисты, водители общественного транспорта подадут звуковые сигналы. В храмах прозвучит колокольный звон, остановится движение транспорта и работа предприятий, учреждений и организаций. 22 июня припустят государственные флаги Российской Федерации, флаги региона и муниципальных образований. Во всех учреждениях культуры, а также на телевидении и радио отменят развлекательные мероприятия и передачи. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. За 400 дней до старта летней Олимпиады в Токио открылась выставка миниатюр. 55 композиций представляют все виды спорта, включённые в программу олимпийских или паралимпийских игр 2020 года. Модели напечатали на 3D-принтере. «Одних плакатов будет недостаточно, чтобы познакомить людей с дисциплинами олимпийских и паралимпийских игр. Поэтому мы решили сделать объёмные фигуры. Хочется, чтобы люди их фотографировали, и эти виды спорта стали известны широкой общественности». Карате, сёрфинг, скейтбординг и скоростное скалолазание – эти дисциплины на Олимпиаде увидят впервые. Так организаторы рассчитывают привлечь внимание более молодой аудитории. Предстоящие игры уже вызвали ажиотаж. Заявки на получение паспорта болельщика уже подали более 7,5 миллионов японцев. Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа следующего года. В ней примут участие команды из более 200 стран. Это более 12 тысяч спортсменов. Известно, что первыми в расписании будут соревнования по софтболу. Они начнутся в Фукусиме за два дня до церемонии открытия. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова